Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я склоняюсь в почтении перед Восьмируким Лакешварой. Я склоняюсь в почтении перед Владыкой Майтрейей и последователями всех религий. Шестилетняя медитация была завершена для того, чтобы найти наш чистейший путь к миру во всем мире и освобождение всех живых существ. Это знаменательный момент и благословенный день, достигнутый с чрезвычайными трудностями. В Веккали мир находится в ловушке колеса сансары. Я обратился в мир, чтобы блуждать бесцельно. Я пробуждаю мир, что находился под влиянием эпох, чувствами любви и сострадания Майтринадха. Этот процесс непостижим для мира. Владыка Майтрея до четырех раз являлся в этот мир. Но он ушел, оставив для этого мира лишь свой голос. Тридцать пять тысяч лет назад, благодаря их нравственности, мудрости и практике медитации, тысячи бодхисаттв смогли стать архатами. Две сестры были рождены тысячу лет спустя. В то время старшая сестра приняла форму бодхисаттвы. Младшая сестра достигла чудесного совершенства и вознамерилась разрушить сансару. Имена трех сестер были Бодишараван и Махима. Затем в клане Шакия Сиддхартха Гаутама обрел рождение как результат прошлой медитации. Сиддхартха Гаутама Будда в поиске прошлой медитации, чтобы вновь иметь возможность сосредоточения, оставил свой дом. Благодаря продолжению предыдущей медитации, достижении совершенства в мудрости познания прошлых жизней, он восстановил систему нравственности, проникновения в суть вещей и самадхи в мире. В момент обретения окончательной нирваны, в состоянии самадхи, был напрямую обретен даршан самого владыки Майтрей. Две тысячи лет назад я был на этой земле. В то время я пребывал в медитации в одиночестве. В этом состоянии случился крайне варварский переходный момент, в который я был убит. После 75 дней я осознал, что был мертв. Для того, чтобы освободить такой мир, скитание в форме сознания до двух тысяч лет было мучительным. Внезапно раздался звук грома, и я смог обрести рождение из чрева моей матери. Вскоре после рождения ты уйдешь в медитацию. Такого рода мысль заполнила мою подсознательную память. Мир, который был забыт через чрево моей матери и прикосновение ее любви, был восстановлен в памяти после шести или семи лет. Однажды великий человек в белых одеждах обратился с речью. День за днем раскрывались знания о прошлой медитации. В то время, когда мне было 8 или 9 лет, произошло одно чудесное видение. Неподалеку от деревни Ратанпур семья Тару принесла мертвое тело для кремации. В то время я играл вместе с друзьями. Вдруг я увидел пылающий погребальный костер. Возникло видение сверкающего луча света, пронзившего небо. Яркий свет имел зеленый и желтый оттенок. Начиная с этого момента, день за днем, мне удалось вспомнить прошлую мудрость. Благодаря сверкающему, озряющему сиянию погребального костра, я начал все яснее осознавать, что как после смерти, так и при жизни люди могут достичь освобождения. После этого прошлая медитация была восстановлена. Вследствие явления сверкающего света, необходимо было найти место, где расслабиться в одиночестве и сконцентрироваться. Благодаря восстановлению прошлой медитации, начав с седьмой чакры, достигая чакры Брахма, повергая загрязнение и заблуждение, незримое скопление света вошло в тело. В этом состоянии, оставаясь единственным с водой, воздухом, небом, землей и солнцем, мне удалось получать все необходимое для жизни через медитацию. Затем функции организма замедлились, и я смог перейти в состояние сохранения сил и энергии. Прибывая в одной позе на протяжении десяти месяцев, из-за холода, земли, дождя, грозовых облаков и тумана, холодной погоды, одежда на моем теле стала очень тонкой. Посмотрев назад, я обнаружил, что термиты источили мою одежду. Я пытался пошевелить своим телом, но все тело свело, и оно было не в состоянии чувствовать ни голод, ни жару, ни холод. Моя практика, направленная в очищение энергии, оставалась окруженной неверием всего мира. Мою каждодневную практику было сложно принять миру. Даже сегодня я вижу много скептически настроенных людей. Тот, кто способен достичь понимания внутреннего Майтрии, может быть оптимистичен при исполнении истины. Те же, кто, обретая неверную форму, ищут искупление, будут исполнены пессимизмом. В поисках вселенского тела Большой Колесницы, если совокупности моего тела не сохранятся, какое послание я могу дать миру? И в то время, пока я однонаправленно пребывал в медитации на мудрость, которую я получил ради блага мира, вечером раздался голос с небес. «Эй, Тапас Вимуни! Еще немного, и ты умрешь! Очнись! Очнись! Очнись!» Сказал голос. В тот же момент, через видение медитации, возник восьмирукий Авалакитышвара. В тот момент я был лицом к лицу с божественным взглядом благословенного. Два его ока сияли зеленым и желтым светом. Этот свет вошел в тело, порождая силу огня. После этого некоторые неудовлетворенные люди готовились напасть на это изможденное тело. Возвращающиеся мысли изнуренного тела изменились. При движении к югу от первого места медитации поиски уединенного места были восстановлены в памяти членов прежнего комитета. Поэтому, чтобы не вызывать беспокойство, я ждал с утра под деревом Пайер. В 8-9 часов утра послышались звуки шагов. Группа из семи человек прибыла, чтобы повстречать меня в безлюдном лесу с сердцами, омытыми верой и преданностью, и глазами, полными слез. Эти семь человек были практиками дхармы в прошлых своих воплощениях. С сердцами, омытыми верой и преданностью, и слезами на глазах. Те семь человек сказали, чего нам не доставало, тем самым выражая чувство майтри и сострадания. Оставив позади все вопросы, после того, как они поняли объяснение, я направился вперед в поисках собственного пути. Оттуда до 9 дней я продолжал долгое путешествие, находясь в медитации, в бодрствовании. Я пересек открытую лощину в джунглях, наполненную слонами, тиграми, оленями, антилопами, леопардами, кроликами, медведями, дикими лошадьми, обезьянами, павлинами и другими существами, птицами и растениями. В Читванд протекает река, состоящая из нескольких потоков. Когда я пересек эту реку ночью и направился на юг в состоянии медитации, раздался голос, «Эй, дитя мудрец! Если ты не будешь заботиться о своем теле, тебя не станет и некому будет нести послание, тогда формы дхармы будут потеряны». Услышав этот божественный голос, я и мой путь вновь устремились по направлению к Халкории. После прибытия в Халкорию, хотя ранее я уже просил не искать меня в течение шести лет, но не испытывая стыда, я нашел укрытие внутри холма к северо-востоку от Халкории. Три месяца были проведены в пещере без воды, воздуха и солнца. В это время охотник пришел в поисках зверя. Он увидел пещеру. Бедный охотник, жажда плоти животного, ждал снаружи. «Кто там, человек или зверь?» прокричал он три раза. Тогда я вытащил руку из пещеры и показал голову. Бедный охотник, алчно жаждущий плоти животного, встал. Ради счастья и благополучия мира, ради джунглей, ради сохранения растений, так же, как и ради охотника, я выполняю медитацию Майтрии. Находясь у основания исполняющего желания дерева Баньян в Халкории и под деревом Синдули в Бахджор, с душой, телом и речью, направленными на созерцание сансары. Ради всего мира, тысячи откровений чувств, откровений мудрости и откровений медитации, у исполняющего желания дерева Халкории, и в восхитительных джунглях Бахджор осознание всемирного цикла бытия и радостное постижение различных аспектов Дхармы было обретено. В то время, находясь в этом изможденном теле под шквальными порывами ветра, на смену которым приходила темная, затянутая облаками одинокая ночь в Халкории, будучи поглощенным между душой и сверхдушой, я напрямую лицезрел непосредственно Майтрия Натха, полученные напрямую от него откровения и слова, пока не могут быть поведаны этой земле. В мудрости просветления наше существование остается тем же телом, состоящим из пяти элементов. Так же, как и погружение в чувство любящей доброты, с пожеланием, чтобы весь мир объединился в одном чувстве ради Земли, для преобразования мирского цикла бытия в любовь и сострадание. смотря сквозь мирское видение, на душу тела и речь, распространяя великую молитву о любви и мире во всем мире. Ради счастья и благополучия всех существ и сохранения флоры, я буду даровать истинные знания Вселенной через внемление предписанием морали и мудрости медитации. Новое высшее просветление обретается через мудрость, принципы нравственности и состояние медитации, через материальное наслаждение и комфорт в человеческой жизни. Путь спасения не может быть достигнут. Следуя принципам или правилам нравственности, можно освободиться из плена земного материализма, как и из цикла рождения и смерти. И если во имя религии духовное богатство выставляется на показ, демонстрируются чудеса, это противоречит порядку дхармы. Порядок дхармы освобождать от страданий сансары тех существ, которые не в состоянии сами сделать этого. Указывать им путь освобождения вот порядок дхармы. Остающиеся страдания, страх и ужас, практика просветления, божественное око совершенно чистые и превосходящие ум знания, великое сострадание и просветленный ум являются раскрытием поля бесконечного потенциала. При посвящении благу живых существ мира, совершая посвящение, где бы ни обретало форму самадхи, там есть дхарма. Кто бы в этом мире не достигал знаний Майтреи, кто бы, находясь в союзе со сверхдушой, не вкушал эликсир самадхи, кто бы до самой внутренней души не обладал силой и светом мудрости Майтреи, открывая земные врата любящему пониманию и восприятию Майтрея-Надха для мира. Есть прямое проявление истинного существа, великого существа и существа Будды. Везде, где есть вечное существование, всей человеческой жизни, совершенство жизни есть дхарма. В совершенстве дхармы есть шуньята. Встреча чувства шуньяты есть просветление. Шуньята и Буддхатва являются бесформенными и непроявленными. Крепче скалы воспоминаний материальных удовольствий. В мудрости состояние Будды, просветления, есть покой. Есть принцип, обретающий освобождение для мира. Да будет так. Пусть все будут счастливы. Озвучено студией Шантик при содействии канаджи.ру